напоминаю вам о том что работа по созданию базы канала продолжается если вы хотите принять в этом участие то соответствующие реквизиты вы любым из доступным вам способом можете увидеть в описании канал также если вы не можете помочь материально ну то есть кто сколько может скажем так то вы можете помочь каналу если не будете пропускать рекламу просматривать ее до конца и ставить лайки и гуляй итак друзья сегодня мой с вами канал я и мой хвост я его автор и ведущий олег вы видите мы тут втроем гулять пошли моя кошка вон она моя собака после сюжета о том как нужно заходить домой то есть я вам рассказывал о том что прежде чем войти в ворота собака должна зайти домой либо там занять какую-то позицию сидя либо позицию лежа возникло очень много вопросов многие пишут о том что это понятно все теперь вот как выходить из дома чтобы собака не убежал то есть когда вы заходите собака понятно что пока не зашло вы ворота не откроете и возникает такой вопрос о том что мы выходим из дома и собака вперед выбегает здесь вот во всех своих передачах у меня красной линии идет о том что как бы выстраиваете правильную иерархию стаи то есть вы должны быть вожаком каким образом вы можете подчеркнуть то чтобы вожак вы самого щенячего возраста должны это один из принципов вообще собственно говоря когда вы в дверной проем проходите всегда первый то есть везде вожак идет впереди за вожаком уже но в отдельных случаях там стаях с волками там вожак идет позади смотрит там на дальних переходах на каких-то мы везде всегда во всех иерархических стаях вожак идет впереди и за ним уже как бы идут все остальные поэтому для того чтобы подчеркнуть свой статус вожака вы должны в любой абсолютно дверной проем проходить первым если вы будете приучать животное это делать самого щенячьего возраста то есть тогда у вас не будет с этим никаких проблем вот посмотрите это все проходит это все проходит на уровне того что мы с агбаром я сейчас не это не постановочное видео никакое это ничего это это всегда так было и всегда так есть то есть ну допустим у вас вот щенок маленький да вы идете щенок ломится вперед нет вы ему не разрешаете вы посадите собаку посадить щенка то чтобы он сел посидел и в этот момент вы проходите первый потом позволяете ему раз у вас получится 2 это сделать тупая поймите одно что дрессировка это в принципе это ну работа достаточно тяжелая сложная работа поэтому вам нужно терпение заслужить и уважение тогда вас все получится в дверной проем всегда проходит первый человек и после человека уже идет собака ну в моем случае еще и кошка вот так что друзья мои это один из основополагающих принципов выстраивания иерархической ниши то есть в дверной проем всегда проходите вы первый и тогда у вас не будет с этим проблем никаких с вами был канал я и мой хвост я его автор и ведущий олег и уже как видите два моих хвоста это акбар и кошка машка всем спасибо до маша спасибо 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...